Итак, мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. Сейчас рассмотрим работу с ногами, что мы делаем с ногами, как мы их правим. Разобьем на три части, три ролика будут, значит колено и голеностоп, с пальцами это раз, потом отдельно бедра, спереди, сзади все сразу смотрим, и потом отдельно рассмотрим плоскостопие, что мы будем, как мы будем лечить плоскостопие. Ну а правка крестца, это вообще отдельная. Песня отдельно посмотрим, да. Но сначала нам соответственно надо будет все размять и растянуть, то есть вокруг всех этих мышц, да, вокруг сустава, мышц вокруг сустава. То есть берем плотно за бедро и относительно у него прокручиваем в разные стороны и растягиваем за голень. Потом уперлись вот так вот, да, и натягиваем как бы ногу на свою руку. При этом мы расширяем коленный сустав. Надо установить руку таким образом, чтобы вы случайно косточками не передавливали точки, болевые здесь. Здесь вот не попали на сухожилие, просто будут болезненно, да, где-то вот примерно посередине вот так вставим. И рука не двигается, она как будет расширяет коленку в данном случае, да. Дальше своим коленом упираемся. Тоже так упирать, чтобы острым коленом не попасть ни на болевые точки, да, не на сухожилия, ну, естественно, не на складку. Заднюю, чтобы лимфу за не передавить. Смотри, куда колено стоит. Да, достаточно мягко. И тянем вверх. Обязательно вытягиваем. Потом вытягиваем за стопу. То есть сначала держали за больно, теперь у стопу. То есть мы растягиваем голеностопный сустав. Взяли потом вот отдельно косточки голени и стопы отдельно, да. И вот как выпружиненных. Вот они вытягиваются. Заметно, да? На видео штуковод отсоединяется. Теперь все раскручиваем. Берем голень, стопу отдельно, как теннисную ракетку взяли, и раскручиваем быстро, энергично внутрь, наружу. Взяли повыше, да, вот уже на вот этой складке. На месте стыка. Раскрутили туда-сюда. Взяли за пятку. Относительно пятки. Стопу раскрутили туда-сюда. Взяли повыше, раскрутили вот эти вот суставы. И внутрь, и наружу, да. Еще повыше взяли, раскрутили туда и сюда. Почему я так берусь? Раз, два, три. В трех местах. Видите, промежуток между ладонями. Раз, два, три. Потому что там очень много мелких косточек, да. Вот. И получается с наружной стороны два сустава. С внутренней получается раз, два, три сустава, да. Ну и пятку, соответственно, тоже отдельно. Вот тут мы раскачивали, раскручивали, да. Теперь большие пальцы. Большой палец отдельно от остальных пальцев. Берем за плюсневые кости, да. И расшатываем друг относить на друга. Растянули в ширину. В ширину растянули. Растянули теперь сам сустав вот у большого пальца. То есть мы берем сам сустав и туда-сюда. Вот так вот ездим, плотно прижав. Туда-сюда сам сустав. Также можно по всем пальцам пройтись. Вспоминайте, что пальцы не тут начинаются, а вот тут они начинаются. Вот они. Вот их сгиб где идет. Видите? Вот. Возле плюсневых костей. Расшатали их друг относительно друга. Вот мизинец относительно безымянного пальца. Безымянный относительно среднего пальца. Средний относительно указательного, так скажем, да. И относительно большого пальца. Расшатали их. Теперь с этой стороны места подъемов пальцев, да, вот эти сухожилия. Вот их растерли. И мягко пронажимали как клавиши. Вы вот этот вот участок, да, где фаланга заканчивается. В направлении стопы. Туда. 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 У кого пальцы плотные, да, там можно прям все рукой взять и сразу все туда. Вот мизинец дополнительно, да. Подщелкнуть. Беремся без большого пальца. Теперь за большой палец. Раз. Раз. Туда. И чуть в сторону. Это мы вот от вальгуса пытаемся его изучить. Вальгус это что такое? Это вот эти плюсовые кости. Они расширяются, да. Соответственно, пальцы у нас загибаются вовнутрь. Мизинец в эту сторону, большой палец в эту сторону. Плюсовые кости, вы потом подойдете, посмотрите. Это вот те самые, которые перед пальцами. Вот вот эти вот длинные такие кости, за которые мы их расшатывали. Вот они. Да. Это они вот расширяются. Стопа становится плоской. Увеличивается поперечная плоскостопия. Соответственно, вот если тут вышла косточка, да, наружу. Сам сустав тоже начинает вытаскиваться наружу, да. Пока это еще слабая степень. Еще нету бурсита, еще нету там костных наростов, да. То мы можем лечить, восстановить, вернее. Вот таким способом. Если уже совсем он торчит, да, то тут только операция срезать лишние наросты. Значит, находим вот на сгибе. Там будет ямочка, да, где сам сустав. Над этой ямочкой вот тут упираемся в кость своей, вот этой костью, да. Стопа зажата плотно, то есть фиксируем все остальное. Везде прямой угол соблюдаем. Тут прямой угол, тут прямой угол, тут прямой угол, да. Большой палец взяли не за кончик, да, а весь палец, вот. Относительно этой косточки. Раз шатали, шатали, вытащили и надавили сюда. Но это одновременно. Раз, вот сюда. И то же самое с мизинцем. Если он торчит, да, так вот сюда. Только смотрите, не за сам мизинец дергать, это надрыв кожи будет. А именно плотно взяли, вот где вот он стыкуется вот тут. И в эту сторону. То есть показываю, что это я делал. Вот. Вайбус, это когда палец вот сюда напоминал, да. Значит, мы берем, плотно с этой стороны вот зажали. Проверили, что вот тут ямочка, да. Сначала проверили, что ямочка, да. И вот тут схватаемся. Палец отодвинули. И вот сюда вставили. Вот он стоит ровно. В идеале у человека палец должен быть по прямой линии. С плюсовыми костями, да. В направлении чашечки. Вот должна быть одна прямая линия. Все основные пальцы так же вот. Расшатали, расшатали все суставы. Расшатываем как? Вот берем за кончик. И у нас крутится, вертится. Здесь, здесь, здесь. Все три сустава. Да. И потом, как повешенного. Вот берем такую петлю делаем, да. Из-за руки. За дистальную фалангу хватаемся. И как повешенного вздергиваем вот таким движением вверх. Хрустился, да? Да. Везде хрустит. Хороший попался. У нас манекен. Податливый. Вот здесь, у большого пальца меньше фаланг. Их всего две. Значит, дистальную загибаем под прямым углом. Вот эту держим, да. Любой рукой, как удобно. Вот так, например, держим. И относительно вот этой фаланги выдергиваем крайнюю фалангу. Чуть не сказал крайнюю плоть. Так, ну тут не хрустит. И неважно. Теперь, соответственно, вот с поворотами ноги, да. Здесь, получается, в ногу, в ступню давлю вот эту часть, да. гипотенором. С этой стороны, помните, снаружи два сустава. С этой стороны, помните, два сустава. Значит, в эту сторону два раза. Вот. Прицелился. Плотно жал, локти расставил. Вот такое у нас движение. Всем корпусом. Раз. Вот было. Два. Теперь вот эта сторона. Три. Раз. Раз. Два. Три. Теперь само колено вправляем. Значит, у нас рука лежит относительно бедренной кости над ней. Бедренная кость, помните, идет по загонали. Вот края. Да. Вот вертится лобой большой кости. Вот наша рука. Наша рука не сгибается ни так, ни так, ни так. А вот относительно вот этой косточки, до локтя одна прямая линия. Вот. Нигде не гнется. Мы вот так вот уперлись, вот этой косточкой, в центр сгиба. Вот примерно под 45 градусов. Изначально положение везде прямой угол, да? Мы расшатываем, расшатываем ногу. Сам удар будет происходить одновременно сюда. Эта толчковая рука, эта рука рычажная. Она делает рычаг на мою руку, наезжает. Единственное, что сделаем побольше амплитуду при ударе. Раз. Два. Ну, может, первое не получилось, да? Можно второй раз. Переносим руку на бедро. Упираемся коленом вот так вот, да? Чтобы не сползала, не улетела нога в сторону. Переносим руку на голове, на верхнюю часть стопы. Вот где самые выпирающие косточки свод стопы, да? И толкаем к противоположному плечу. Раз. Протолкнули. Теперь, ну, как бы с этой стороны все. Переверем человека на спину. Поверите, пожалуйста. Филейная часть вниз, гивером вверх. На солнце. Так. Что мы делаем здесь? Ну, давайте сначала с коленом поработаем. Берем колено, щупаем его и проверяем на подвижность. Поскручиваем голень, покачали туда-сюда, вот сразу с биноклонами. Проверили, как оно там. Может скрипит, может где-то… Вот сейчас за саму сустав движусь, да? Может где-то там что-то не то. Может где-то кулачка упирает неправильная. Да? Все проверили. Потянули вот на него. Как я говорил, да, когда мы лежим на спине, то все движения начинаем с правой ноги. Когда на животе лежим, да, то все движения начинаем… Ну, особенно массажные, со стороны сердца. С левой стороны. Так, здесь начинаем с правой ноги. Раз. И стопу также можно уплотнуть. Вот она их щелкнула. Да. То есть с той стороны не щелкнула, с этой стороны щелкнула. Это где-то вот здесь. Может быть раз, два, три щелчка может быть. Саму чашечку теперь уперлись. Стопу теперь на него загнули. Это было вот так, да? Теперь вот так. Стопу на него чашечку разогреваем. Растираем упор. Сильный такой упор в чашечку. Вот, растерли ее. Ногу выпрямили, подержали. Чуть-чуть вот вбок теперь. Нога должна тянуться к локтю. Вот, примерно, саму локт отставить, да? Вот, примерно, вот к этому локтю. Так же можно продавить до хруста. В эту сторону загнули. В эту сторону загнули. Теперь изначально прямой угол везде соблюдаем, да? Захватили. Вот так вот. И сажаем человека в позу пол лотоса. Движение корпусом идет. Вторая рука просто придерживаю колено, чтобы оно не поднималось. Но у человека достаточно гибкий, можно усилить. Вот так вот. Теперь перехватываем руки и поворачиваем в противоположную сторону. Вот туда колено. На стаз растягиваем. Это на таз и на колено, да? Сразу? Ну, по идее, на таз и на колено, да. Но я сейчас таз не стал говорить. В принципе, мышечные мышцы можно захватить сразу, да. И если стазно работаем, то еще вот дополнится это мышцы потянуть. А так наша цель сейчас на колено. Таз тоже, да, тут участвует. Потянули. Теперь смотрите, ищем опять, где заканчивается колено, чтобы не перепутать. В смысле не колено, а перцовая кость, да? Она вот-вот-вот идет. Не здесь, как нам кажется, да? А вот тут вот она заканчивается. Вот она ходит, да? Значит, под ней туда залазим. Ищем медиальный мениск. И вот на человека направляем, направляем, надавливаем. Вот дошли до предела. Вот последняя. И туда вставляем пальцами на себя. Ногой туда. С этой стороны теперь большим пальцем, да? Ищем, где получается сгиб. Вот он, да? И на себя. Вот, дошли до предела. Раз, раз, расшатали. И вот так стали. Вот чуть-чуть подшелкнула. Слышал? Угу. Вот так. Вот они видны здесь. Верхний сустав, да? Бедерная кость. Вот ее хрящик. Вот маленькие тонкие хрящики. Это берцовые кости. А между ними мениск. Латеральный мениск. Латеральный мениск. Это внешний. Где идет малая берцовая кость. А внутренний мениск. Вот медиальный. Вот мы сейчас их туда подсунули обратно. Вставили, как бы, да? Теперь саму коленку вытаскиваем. Поставили руку и в свою руку. Если широко поставите, да? И долго будет сделать это болевой прием. Лучше не делать. Может, конечно, еще с наклоном. Вот так не надо делать. Поэтому делать попроще. Вот так руку отверните, да? Не эта ширина, а вот эта ширина. Или даже ладонью. Вот раз. Или вот так. Шатали, шатали. Чашечку отдельно расшатали. Делаем такой, как бы, пятигранник, да? Или как звезда. Повести между пальцами глиния. Это получится пятиконечная звезда, да? Ставим на чашечку вот так. Вот падаем как раз на акупунктурной точке. Расшатали ее. И вот эта сторона расшатали. Если человек держит пятку жуковой. Извините, чашечку. Жестко, да? А то поставили под нее вот с него на ножку свою. Расшатали сюда. Расшатали вот эту сторону. Теперь попружинили ее вот так вот за связки. Вверх, вниз, медиально, латерально. Вот, находит хорошо. Да? Теперь ногу расшатали, расшатали. И вот это движение вставляем, не отставляем. Далее. Под лодыжкой находится таранная кость. Вставляем таранную кость. Это надо захватить руку именно на сгибе. Вот где сгиб, да? С этой стороны на пальцы. Давление. Вот. Ну то есть не упасть по сути. Получается нога как курок. Вот так вот, да? Упор в стол делаем, да? Чтобы человек не скользнул. И на себя вдоль стола. Прям вдоль поверхности стола. Раз. Давай. Еще раз показываю на себя. Теперь всю стопу целиком. Берем за пятку, а не за стопу. И рука превращается в плетку. Она должна вот самая такая будет, хлесткая. Развернули под 45 градусов. Ротация под 45 градусов. И вот в латер-рефлексии тоже. В это же позе мы так развернули и развернули вот так вот. То же самое, что мы делаем с той стороны, да? Хватаемся за всю стопу и раз, два. Это во внешней стороне не два раза. С внутренней стороне три раза. Раз. Мы дошли до предела потом. Два и три. Прямой угол. Изначально везде прямой угол соблюдаем. Далее. Ну, то же самое можно сделать с пальцами, да? Что мы с той стороны делали? Увергуль их. Как повешенные. Большой пальцем уже говорил, да? По 90 градусов согнули и относительно вот этой фаланги. Следующий мы выдернули его. Далее пятку. Ставим пятку. Нам надо плотно захватить. Голень. По диагонали вот. Держим. Фиксируем, да? Всю голень. Пятка отдельно. И поворачиваем пятку вовнутрь, вовнутрь и наружу. Далее. Голень вместе с топой фиксируем. Вот одновременно, да? Я опять пятку расшатываем и наружу, и вовнутрь. Так. Еще пятку ставим вот так вот. Подсорок подгрался к столу. И давление будет теперь в голень. Шатаем, 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 и толчок туда в стол. Так. Ну, с пальцами, с этим плюсом я не сказал. Про плоскостопие отдельно это надо будет давить вот сюда и сюда вот в эти кросточки. Это мы отдельно рассмотрим. Ну, небольшой нюанс, когда мы лежим с той стороны. Вот можно, смотрите, ногу. Во-первых, нога должна ложиться под прямым углом. Касаться стола и с той стороны. Идеально. И с наружной стороны. С наружной стороны можно прямо вот в пальце взяли, да? И об стол ногу протянули вот так вот. Вот так это тоже опять будут хрустеть вот эти суставы. Теперь переворачиваем человека на спину. Самсон. Да. И вот нам мешала подушка, да? Если подушки нету, то можно с этой стороны. Стопу развернули поднялся градусов, да? Упор в стол и плюс него кости, если все вместе, да? Об стол туда. Вот. Слышали? То, что не получилось с той стороны, доделали с этой стороны. Пятку. Нам надо тоже зафиксировать все, что было вот под прямым углом. Жестко к себе держим, да? И стопу держим. Пятку отдельно расшатываем, расшатываем и резким движением вот друг против друга. Вовнутрь. Вовнутрь и наружу. Ну, пожалуй, с этой частью ноги мы все рассмотрели, да? Сейчас перейдем непосредственно к практическим занятиям. А если вы не с нами, только нас смотрите, то вы смотрите сказки. Не смотрите сказки, приходите сюда за практической работой и уходите отсюда с навыками, готовыми в руках, готовыми работе, в жизни. До новых встреч, друзья. Есть. Опять. Опять. linkedец.